Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Оля на спорте! И сегодня мы поговорим с вами о заскоках. Заскоки это достаточно распространенные явления в сложно-координационных видах спорта. Гимнасты, акробаты, батутисты, фигуристы очень часто сталкиваются с заскоками, они также их могут называть стопорами, но в любом случае это сбой. Спортсмен боится выполнять какой-либо элемент, либо он идет и передумывает. Все это сбой, все это заскок. Психофизиологи связывают появление заскока с переутомлением вестибулярного анализатора и рекомендуют просто немного отдохнуть от этого элемента. Но мы сейчас копнем немного глубже и будем разбираться, почему происходит заскок, каковы его причины и как с ним бороться. Я сама как гимнастка сталкивалась с такой проблемой. У меня лично был заскок на перелет Ткачева. Как это все произошло? Я тренировалась на олимпийской спортивной базе Озеро Круглое. Были сборы, был жесткий график тренировок. Мы делали комбинации на брусьях. В один прекрасный момент мое тело очень сильно устало, и я просто не смогла отпустить руки на перелет Ткачева. После этого у меня проскальзывал вот этот сбой. Бывало такое, что я не отпускала руки на этот перелет. Но, поделав подводящие упражнения, подготовившись мысленно, я всегда его выполняла на соревнованиях. Я была в нем уверена. То есть даже без знания каких-то специальных психологических техник, руководствуясь лично своим опытом и своей интуицией, я с этим спокойно справлялась. Но не всегда со спортсменами случается такое, и на самом деле очень многие спортсмены ко мне обращаются именно с такой проблемой. Итак, давайте разбираться с самыми распространенными причинами заскоков. Первая причина – это перетренированность. Как я уже до этого рассказала на своем примере, такое случается от того, что вы слишком много тренируетесь, и организм просто не выдерживает и говорит «стоп, мне нужна пауза». С ней достаточно легко справиться, и заскок не такой глубокий. Следующая причина – это недостаточная подготовленность. Недостаточная подготовленность физически, то есть тренер говорит делать какой-либо элемент, а спортсмен физически не готов. Отсюда появляются страхи, и отсюда появляются заскоки. Либо неготовность психологическая. Спортсмен вроде бы готов физически, но психологически он не может настроиться и сделать этот элемент. Ему не хватает смелости, ему не хватает настойчивости, ему не хватает характера. Психологически он не готов. Еще одна причина заскока может быть недостаточное понимание техники элемента. Вроде бы спортсмен готов физически, вроде бы спортсмен готов психологически, он начинает делать какой-либо элемент, а потом «стоп» и он не знает, что делать. Может быть какая-то ошибка, какой-то неверный путь выполнения элемента, и после этого все слетает, и получается так, что спортсмен боится, спортсмен не идет на элемент. Нужно четко понимать технику выполнения элемента, что зачем идет, какое движение идет за каким, чтобы это все исправить. Еще одной причиной заскока может быть инстинкт самосохранения. Это очень распространенная проблема, когда спортсмен, увидев, как другой человек делает какой-либо элемент и падает с него, примеряет все это на себя, и потом просто не может выполнить элемент, движение, потому что ему страшно, что у него произойдет такое же падение, и, соответственно, он думает не об элементе, а об исходе. И этот страх пересиливает элемент. Происходит сбой, происходит заскок. Либо он, может быть, даже не увидит, как какой-то спортсмен падает, он просто может представить, а вдруг я упаду, а это движение не предназначено для обычного человека. Да, те элементы, которые выполняют гимнасты, акробаты, батутисты, фигуристы, это не естественные для человеческого организма элементы. Соответственно, инстинкт самосохранения включается, и человеку просто страшно выполнять какой-либо элемент. Он думает, а вдруг я разобьюсь, а вдруг я что-то сломаю. Небольшое отступление. Расскажу еще один пример из своей жизни. Он произошел уже после окончания моей гимнастической карьеры, когда я начала работать в цирке. Я пришла в цирк, и у меня стояла задача выполнить элемент бланш между турников. С одного турника на другой. Бланш в шпагат, очень красивый элемент. Я тренировалась, я прошла все этапы подготовки. Еще одна проблема была в том, что это нужно было сделать не просто кроссовку, и на мягкой поверхности, а это все было в красивых туфлях на каблуке, в платье, и предполагалось, что под турником не будет никаких матов, потому что это красивый цирковой номер. Как все происходило? Я начинала делать бланш. Я учила его в соскок, далее я делала его со страховкой. Я начала его после делать без страховки на мат, я начала его делать без мата, и вроде бы все было хорошо. Но в один прекрасный момент мы проходим номер, мы проходим номер в костюмах, и просто я не отпускаю руки. То есть то, что происходило у меня с перелетом Ткачева, здесь тоже самое следствие, но причина немного другая. Я испугалась, а вдруг я упаду, а вдруг у меня что-то подвернется, потому что это туфли на ногах, а вдруг мне будет больно. И мой мозг сделал такой блок и не смог отпустить руки на этот элемент. Я пыталась, я боролась с этим, делала подводящие элементы, делала мысленные тренировки. И спустя достаточное количество времени я вновь начала делать бланш. Была проведена большая работа, и сейчас я могу это сделать без каких-либо затруднений. Такие проблемы случаются, главное знать, как с ними работать. В моей жизни было два вида заскока. Первый заскок был от перетренированности. Причиной второго заскока являлся инстинкт самосохранения. Хорошо, что я преодолела оба этих заскока. И сейчас я вам расскажу, как же справляться с заскоками. Итак, самые простые советы, которые вы можете внедрить в свою жизнь, если столкнулись с проблемами заскоков. Первое. Это исключить этот элемент, это движение на какое-то время, чтобы дать голове отдохнуть, чтобы мозг немножко восстановился и забыл про этот элемент. Далее мы выполняем много различных подводящих упражнений, чтобы четко знать, какое движение в какой момент мы должны сделать. Далее, следующий совет. Это страховка тренера. Пожалуйста, не рискуйте. У вас всегда есть тренер, который может вам помочь, либо, если нет тренера рядом, это может быть более опытный спортсмен, который может вас подстраховать. Но страховка тренера – это один из таких основополагающих моментов в работе с заскоками. Далее. Что мы можем сделать вне зала? Это мысленные тренировки, правильная идеомоторная тренировка. Я бы сказала, следуя своему опыту и своей практике, это вот 90% успеха. Если вы правильно, качественно выполняете идеомоторную тренировку, вам будет очень-очень легко перенести движение в естественную среду, там, где вы будете выполнять этот элемент. Идеомоторная тренировка подразумевает полное владение техникой, полное ее понимание и абсолютное понимание того, какое движение в какой момент вы должны сделать. За этим нужно очень четко следить. Также очень помогают видеопросмотры. То есть вы смотрите, как тот элемент, на котором у вас заскок, выполняет другой какой-то именитый спортсмен, у которого идеальная техника, а потом это просто копируете на себя и пытаетесь повторить внутренне, мысленно, причем прочувствовать каждое его движение на себе. Также есть вариант рисунка. Рисуете ваш элемент, на котором у вас сбой, где у вас заскок. Когда вы рисуете, мозг выстраивает план, как правильно сделать вам то или иное движение. Вот такие небольшие советы. Более глубоко и более полно я прорабатываю заскоки со своими спортсменами на консультациях. Если у вас есть такая потребность, то я всегда буду рада помочь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Поэтому ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. У меня много интересного. Сейчас видео будут выходить каждую неделю. Пишите в комментариях, на какие бы темы вы хотели видеть больше видео от меня. Я постараюсь их заснять. Все. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok